Сегодня я хочу поделиться с вами своим любимым способом заготовки варенья из кружевника с апельсином и мятой без варки, которым пользуюсь на протяжении многих лет и считаю его наиболее простым и удачным. Кружевник нужно перебрать, оторвать хвостики, вымыть под проточной водой и высушить на полотенце. Сухой кружевник прокручиваем через мясорубку. Я использую всегда крупную решетку, люблю, чтобы в варенье ощущались маленькие кусочки ягод. Лучше использовать чуть недозрелые ягоды, косточки в них еще мягкие, да и в недозрелом кружевнике содержится больше пектина и варенье приобретает приятную консистенцию, напоминающую джем. Апельсины моем, обдаем кипятком и нарезаем на дольки. Если есть косточки, то удаляем. Нарезанные апельсины прокручиваем через мясорубку с крупной решеткой. Две-три веточки мяты пропускаем через мясорубку, у меня перечная мята. И снова прокручиваем апельсины. Измельченную ягоду с апельсином перемешиваем. Если ягоды кружевника очень спелые и мягкие, то можно просто пробить погруженным блендером. И теперь добавляем сахар. И немного оставляем, примерно 2-3 столовые ложки. Осталось только перемешать ягоду с сахаром, нам нужно, чтобы сахар полностью растворился. Кружевник с апельсином не проходит термическую обработку, поэтому их вкус не меняется. И в них сохраняются все полезные витамины. В чистые стерилизованные банки раскладываем готовое варенье. Банки я стерилизую в электрической духовке. Ставлю банку в холодную духовку. Устанавливаю температуру 110 градусов. И стерилизую банки 15 минут. И оставляю в духовке до полного остывания. Теперь сверху посыпаем сахаром, который остался, и делаем сахарную пробку. Благодаря такому способу варенье не прокиснет и не покроется плесенью. Закрываем банки чистыми крышками. Из килограмма ягод у меня получились 3 600-граммовые баночки. Храним такое варенье в холодильнике. Я готовлю такое варенье из кружевника с апельсином без варки каждый год. Полезное и очень вкусное. И прекрасно хранится в холодильнике для весны. С вами была Марина Кириллова. На канале Сейчас приготовим. До новых встреч!